приветствуем вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет и прежде всего вспомним что у святых людей свято все и души их и тела их ум святого человека он вот как чистое зеркало отражает себе чистый небесный свет а тела их просветили с благодатью духа святаго как в писании сказано прославляйте бога в телах ваших и в душах ваших которые суть божия и его действительно не только в душах святых людей но и в телах их прославляется бог потому что тела действительность их не только душ но и тела стяжали благодать святого духа и потому мощи святых это храмы духа святого который мы прикладываемся когда с благоговением и тоже приобщаемся тем духовным дарам которые стяжали святые люди и вот уже 600 лет с нами прибывают мощи преподобного сергия радонежского и ну кто-нибудь скажет ну что ну да вот там прибывают они что какое нам до этого дела а вот знаете ли вы что мощи преподобного сергия они даже побывали в космосе и полностью пролетели вокруг нашей планеты такой полнейший крестный ход космический ну конечно частица мощей преподобного сергия радонежского в таком небольшом ковчежце в 2008 году это было когда космонавт юрий ланчуков вот он взял с собой такой ковчежец с мощами преподобного сергия а как так получилось потому что наш лавровский игумен отец и уф он он накормляет космонавтов в звездном городке и он их вот приобщает и потом даже сложилась такая традиция что перед космическим вот полетом да космонавты обязательно приезжают в лавру к преподобному сергию обязательно берут у него благословение и вот отец и уф космонавта юрия ланчукова снабдил таким ковчежцем с частицей мощей преподобного сергия их такой вот полный крестный ход вокруг нашей планеты земля на космическом корабле и полгода там на орбите прибывали мощи святого угодника и сам юрий ланчуков он так вспоминает что вот в каюте пребывал и было такое чувство что преподобный сергий он действительно здесь тоже присутствует тоже не оставляет своим молитвенным за моей молитвенной защиты своим благословением и дважды космонавт юрий ланчуков выходил в открытый космос и дважды он благословлял этими мощами преподобного сергия всю нашу планету то есть вот даже такой удивительный факт но на самом деле в космосе если вы так немножко отвлечься там и частицы животворящего древа креста господне побывала и мощи великомученика георгия победоносца а федора тирана федора стратилата то есть космонавты наши даже вот умудряются уж не знаю там в обход инструкции или в соответствии с инструкциями но все-таки берут святыни в космос и все освещается поэтому наверное уже господь благословит и продлит дни нашей планеты потому что у нас такие вот заступники как преподобный сергий кстати юрий гагарин юрий гагарин он тоже приезжал свое время в лавру и прикладывался к мощам преподобного сергия об этом мало кто знает об этом рассказывает преподаватель военно-воздушной академии валентин петров который лично знал юрия гагарина и вот на 30-летие в 1964 году гагарин очень захотелось посетить обитель преподобного сергия а валентин петров он постоянно возил кого-то туда и кстати в этом помогал будущий владыка филарет вахромеев да потом он и был ректором академии потом даже митрополитом и на тот момент вот владыков отец филарет он постоянно давал хороших каких-то экскурсоводов и вот в это время он тоже выручил и вот приезжает значит валентин петров вот этот преподаватель юрий гагарин ну конечно народ узнает гагарина подходит а их встретил наместник лавры отец пимин хмелевский впоследствии он был архиепископом саратовским и там вот такая вот беседы и в общем отец пимин он пригласил в свою келью говорит вот может быть пройдемте в мою келью и они между собой говорят вот ты был то в келье монашеской нет не был и вдруг юрий гагарин говорит вот отец наместник давайте сначала мы все-таки как мощам преподобного сергия а потом уже куда угодно и вот когда они приложились то юрий гагарин спрашивает вот этого преподавателя валентина петрова а ты почувствовал что-то да вот отвечает он какой-то удивительный запах благоухание юра такая благодать и гагарин отвечает действительно значит мне ни одному показалось то есть действительно он тоже что-то почувствовал когда прикладывался к мощам преподобного сергия в троицком соборе в лавре и вот это оставило в нем такое глубокое впечатление а потом наместник лавры даже сводил их в музей академии и там именно гагарин как раз вот ну про этот факт уже многие знают что вот он увидел макет храма христа спасителя говорит какая красота где этот храм да его же давно разрушили говорят ну все это бы нет этого собора на тот момент уже давно его не было и он удивился потом на съезде комсомолу он про это высказал а какой культуре можно говорить в нашей стране если разрушен храм христа спаситель собор христа спасителя конечно это дело потом замяли ничего ему не было но вот суть в том что мощи преподобного сергия радонежского они достигают и производят впечатление на всех и достигают самых невероятных даже космических высот и вот мы вспоминаем как они были обретены в 1422 году а на самом деле ведь преподобный сергий в тот момент он явился простому но благочестивому крестьянину который жил вот рядом с обителю тогда уже поселялись некоторые крестьяне и он говорит чтобы передал игумену монастыря почему вы позволяете тело моему пребывать утесняемым водой и действительно этот прошло кстати 30 лет со дня представления со дня его перехода преподобного перехода в вечность решили обрести и его тело а где он был похоронен а он и был кстати вот погребен прямо вот в троицком соборе сейчас этот белокаменный собор тогда был деревянный но в 1408 году во время нашествия эдигея темника монголо-татарского обитель была сожжена храм этот сожжен и новый троицкий собор деревянный был выстроен там где сейчас духовской храм и вот когда обрели мощи преподобного сергия во-первых обрели их полностью нетленными и обретали кто собрали самые разные люди даже вот князь юрий дмитриевич звенигородский это сын дмитрия донского и кстати это вот князь которого в младенчестве его крестил преподобный сергий радонежский вот преподобный сергий его крестил окормлял именно он обретал мощи преподобного сергия и мощи были совершенно нетленны и вначале вот их поместили в храм где сейчас духовской вот храм да тогда был деревянный троицкий храм а стали воздвигать именно белокаменный троицкий собор который и поныне стоит вот за три года его построили туда перенесли мощи преподобного сергия и именно для этого храма написана была знаменитая икона троицы преподобного андрея рублева то есть есть вот много таких смысловых пересечений пересечений святых людей да и дмитрия донского который прославлен в лике святых вот его сына юрия извини городского преподобного андрея рублева преподобный никон кстати радонежский который обретал будучи игуменом обретал мощи преподобного сергия и к слову до сих пор в лавре на колокольне сохраняется колокол времен преподобного Никона, то есть колокол, который застал времена учеников преподобного Сергия, звук этого колокола сохраняется с тех времен, как бы донося до нас звуки вот той эпохи, эпохи самого преподобного Сергия. И вот с тех пор мощи преподобного Сергия, они как такой источник, который многоизобильный, преизобильный источник с дарами Духа Святаго, он привлекает людей, и шли к нему и стар, и млад, и великие, знатные, и ничего не значащие люди. И вот известно, что Василий Третий, великий князь Василий Третий, у него долго не было детей, ну мы знаем, что вот он вначале долгое время в одном браке был с Соломонией Сабурова, и потом ничего не получилось, и он женится на Елене Глинской, и вот он молится преподобному Сергию, чтобы был дан ему сын, и действительно рождается сын, хотя князь уже был престарелый. Но, правда, родился именно Иван Грозный, да, такой очень своеобразный правитель, но тем не менее он все-таки наш, он правитель, который тоже старался созидать землю русской, и Иван Грозный, да, вот Василий Третий, его даже когда крестили в Троицком соборе, в обители, его именно возложили на раку с мощами преподобного Сергия, Иван Грозный про это помнил, что он вымолен у преподобного Сергия, и потом он даже дал такой обет, вот когда шел походом на Казань, что если этот поход завершится победой, то он построит в обители преподобного Сергия большой собор по образу московского, кремлевского, успенского собора. И действительно в 1552 году поход этот успешно состоялся, и началось строительство, и был возведен Успенский собор, который украшает и поныне Лавру, да, а сын Ивана Грозного, Федор Иоаннович, он, кстати, прославлен тоже как святой, как местночтимый святой в Москве, он новую вот раку серебряную преподносит в дар преподобному Сергию, и эта рака как раз вот сохраняется по сей день, когда мы приходим в Троицкий собор и прикладываемся к мощам преподобного Сергия. И если брать наиболее такие яркие страницы из истории, вот связанных с мощами преподобного Сергия, то это, конечно, XX век, и прежде всего 1919 год, когда безбожная власть, новая вот эта вот власть, которая настроена была совершенно богоборчески, они пытались вскрывать мощи якобы для изобличения, потом, правда, не знали, как объяснить то, что, допустим, у преподобного Александра Свирского мощи совершенно вот, ну, в полностью вот сохранившемся виде, нетленном, никакому научному объяснению не поддается это, вот, и пытались проводить также вскрытие, и проводили, в общем-то, вскрытие мощей многих других святых. И вот преподобного Сергия есть даже такое предание, когда один старец, он молился святому Сергию Радонежскому и недумевал, почему же вот, отче Сергий, ты позволяешь, чтобы вот так поступали с твоими мощами эти безбожники. И тогда ему явился сам преподобный Сергий и сказал, что когда вот весь русский народ терпит такие страдания вот в это время, должен и я тоже вместе с русским народом потерпеть, вот понести эту общую долю. И поэтому мощи его, они тоже как бы претерпевают вот эти страдания со стороны безбожных властей. И вот в 1919 году проводилось вот это вот вскрытие мощи преподобного Сергия, но вместо того, чтобы, ну как-то, чего-то развенчать, да, или чтобы как бы людей оттолкнуть от мощей, вместо этого, наоборот, люди шли и шли, и молились, и прикладывались к мощам преподобного Сергия. Вот отец Павел Флоренский, он что вспоминает? Он присутствовал при этом, что, конечно, в Троицком соборе было очень много фотографических вспышек, а в то время они издавали такой едкий дым, но при этом от мощей преподобного Сергия ясно чувствовалось удивительное благоухание, какой такой чистый вот неизреченный мир. И, говорит, я вот прикладывался и ощутил, что именно от самих мощей исходило благоухание от преподобного Сергия, чему даже не мешал вот этот едкий запах от фотографических вспышек. Ну и потом, поскольку очень боялись, что мощи преподобного Сергия будут уничтожены, то ряд вот наших священнослужителей, монахов и благочестивых мирян, они решили сохранить хотя бы главу преподобного Сергия. И, в общем, было предпринято такое уникальное дело по замене главы преподобного Сергия. Тут, конечно, участвовал отец Павел Флоренский. Это делалось из благословения преподобного мученика Кранида, любимого. Он был наместником Лавры в то время, впоследствии его расстреляли, как, в общем-то, в основном, основных участников этого действия, их расстреляли. Ну вот они, да, и граф Юрий Александрович Алсуфев вместе с ним спускаются в крипт Троицкого собора, а там захоронение древних князей Трубецких. И они нашли гробницу самого вот древнего из князей, там соответствовало лет 500 где-то вот уже этим захоронениям, и взяли главу вот одного из этих князей, вот наиболее древнего, и заменили на главу преподобного Сергия. То есть в раку преподобного Сергия положили главу вот этого князя Трубецкого, а саму честную главу преподобного Сергия в особый ковчежец и спрятывали в Сергиевом посаде на улице Валовой, в доме, принадлежавшем графу Алсуфьеву. Некоторое время вот мощи были в саду, зарыты в земле, в этом ковчежце, и потом, конечно, Юрий Александрович Алсуфьев, он понимает, что скоро его арестуют, и действительно его так вот потом арестовали, расстреляли, как и отца Павла Флоренского. И тогда уже Павел Голубцов, в будущем он архиепископ Сергий Голубцов, а тогда церковный ученый, искусствовед, вот вместе с ним супруга графа Алсуфьева, они ночью решили перепрятать мощи, честную главу преподобного Сергия, и вот в кромешной тьме вырыли в саду этот ковчег, и Павел Голубцов, он положил его в простую сумочку, прикрыл газеты, и с молитвой отправился на вокзал, тут он побоялся оставаться, он пошел по железнодорожным путям, по направлению к Москве, прошел где-то там до Хачкова или до Абрамцева, и там он сел в поезд, который двигался к Москве, один из первых поездов шедших, и не решался присесть на скамейку, а либо он ходил из вагона в вагон, либо просто вот стоял, и поскольку у него была такая святыня, глава преподобного Сергия, то он считал, что нехорошо садиться, и он молился весь путь. И вот так удалось ему выехать, и потом он честную главу преподобного Сергия передает старцу, своему духовнику, схерхимандриту Илариону Удодову, который на это время становится хранителем главы преподобного Сергия, и он спрятал ее в алтаре храма в честь Владимирской иконы Божьей Матери, Виноградово, это недалеко от станции Долгопрудной, и потом туда вот и фронт приближался, и да, вот мощи, вот глава преподобного Сергия, она находилась в алтаре прямо под престолом, то есть вот то место, которое практически никогда никем не открывается, никто не смеет прикоснуться, и вот многие годы мощи, глава преподобного Сергия сохранялась именно там, а мощи преподобного Сергия, которые в лавре, они некоторое время были достоянием музея, причем некоторые люди, они все-таки вот молились и прикладывались к этим мощам, удавалось так вот, благоговейные паломники даже туда иногда проникали, ну хотя, конечно, в единичном таком числе, и когда началась война, то в 41-м году мощи преподобного Сергия отослали в Соликамск, это Пермский край, тоже в музей, и причем там их поместили в помещение, которое являлось, исторически являлось Троицким собором, Троицким собором 17-го века, вот так получилось, что мощи преподобного Сергия из Троицкого собора лавры оказываются в Троицком соборе Соликамска, и оттуда уже возвращаются в 44-м году, а в 46-м году возрождение монастыря, лавра передается Русской Православной Церкви, поначалу, конечно, не полностью, а вот только некоторые строения, и Троицкие соборы, потом выкупались некоторые помещения очень длительное время, но уже в 46-м году и мощи преподобного Сергия полностью передаются, и тогда-то Сеархимандрит и Иларион Удодов, ну там были еще некоторые вот исторические такие подробности, как бы частности, мы в них не входим, но так или иначе Сеархимандрит и Иларион, он передает и возвращает главу преподобного Сергия в Лавруи, встречал патриарх Алексий I, и вот так святые мощи, они вернулись уже для поклонения всего православного народа. И вот скажу вам, что преподобный Сергий он настолько вот сильно помогает, что это даже вот сложно представить, как вот такая помощь благодатная может явиться в наше вроде бы распущенное, расплавленное совершенно время, а преподобный Сергий он по-прежнему окормляет вот не только обитель, а он как игумен земли русской, вот как его называют, он игумен земли русской, он во главе других святых предстоит и ходатайствует за церковь русскую, за русский народ, молятся пред Господом. И вот поскольку мы живем достаточно длительное время уже рядом с обителю преподобного Сергия, то очень много таких случаев встречалось вот и среды близких людей. Вот расскажу, например, как один пастор протестантский, он по каким-то вопросам приезжал в Московскую духовную академию, ну там что-то вот изучал, нужно было библиотеку посещать. И вот у него был один знакомый православный священник Иаков, а тот, кстати, тоже приехал, он приехал из польской православной церкви, потому что в Московской духовной академии часто из-за границы приезжали учиться. И вот между вот этим отцом Иаковым и протестантским пастором часто были какие-то беседы, обсуждали там истинность, веру, где в православии или в протестантизме, никакие доводы не действовали. Однажды отец Иаков, он предложил просто вот вместе с ним сходить в Троицкий собор к преподобному Сергию. И впоследствии, вот этот пастор, сразу скажу, что он перешел в православие затем, вот как он вспоминал, он говорит, что, ну, заходим мы, я вот повторяю все действия отца Иакова. Вот тот подходит, крестится, он крестится, и я крещусь. Он кланяется, я кланяюсь. Потом он прикладывается к мощам преподобного Сергия. Я тоже решил приложиться. Ну, я, говорит, пошел просто вот из вежливости, чтобы как бы не обижать его. И, ну, говорит, когда я прикладывался к мощам преподобного Сергия, то вдруг почувствовал какую-то удивительную радость в душе, как вот прикосновение к какой-то вот удивительной благодати Божией. И я этому удивился и даже немножко, говорит, расстроился, потому что я понял, что здесь явно проявилось вот что-то неземное. И это разбивало вот мои взгляды. И после этого вот две недели он думал, через две недели пришел, опять сам вот уже один приложился к мощам преподобного Сергия, опять почувствовал тоже ту же самую радость, но уже немножко поменьше. И вот он начал изучать православие, и через достаточно непродолжительное время он сам обратился в православную веру, и в настоящее время он уже православный священник, вначале он в Голландии совершал свое служение, а потом он переехал в Москву, ну, где сейчас, вот не могу сказать. Вот это один из таких случаев. Потом еще женщина, знакомая, Лидия Сергеевна, в свое время она приехала, она, будучи вообще не воцерковленным человеком, она приехала в Сергеев Посад, чтобы забрать свою дочь. А дочь ее, Татьяна, приехала жить рядом с преподобным Сергием, рядом с обителю преподобного, и вот мама подумала, что что это такое, вот она посвящает себя там непонятно чему, решил ее забрать, а дочка, Татьяна, обсуждала это со своим духовником, ну и, в общем, тот сказал, приведи ее ко мне. И когда вот Лидия Сергеевна приходит к духовнику в лавре и начинает беседовать, у нее вдруг открылась душа, начала она плакать, и вместо того, чтобы забрать свою дочку, она сама осталась жить в Сергиевом Посаде. Но прошло какое-то время, это были 90-е годы, и у нее вдруг опухоль в горле, причем врачи ничего не могли сделать, какое-то там онкологическое заболевание, и, в общем, и тогда она каждый день приходила в Троицкий собор и с утра вот практически до вечера молилась у мощей преподобного Сергия, там пение акафистов, молебны, и у нее такое возникло чувство, что, ну вот, если откроют мощи преподобного Сергия, дадут мне приложиться к открытым мощам, то вот исцелею, вот не знаю, из-за чего у нее возникло такое чувство, что она исцелится, когда приложится именно к открытым мощам преподобного Сергия. Обычно раковод закрытый, да, и на уровне лица там стеклянная такая створка, которая иногда лишь открывает. И вот наступил канун праздника преподобного Сергия, когда съезжаются архиереи, и вот Лидия Сергеевна стояла в храме, и тут зашли вот владыки, и служивший ермонах, он открыл им мощи преподобного Сергия, они приложились, а потом он поворачивается и подзывает Лидию Сергеевну, говорит, вот матушка, подходи, как будто ему преподобный Сергий сказал, что вот давай подведей. И она действительно вот подходит, как она рассказывала, что, я говорю, вот с такими слезами, с такой молитвой приложил, со своими слезами весь покров Арасилы, который на главе преподобного Сергия, и вот она приложилась, потом пошла на всеночную в собор, и там, когда помазывалась, то после поляреи совершается помазание, то вот она открыла свое горло, пораженное опухолью, и архиерей, совершавший помазание, произносит «по вере вашей, да будет вам», и помазует ей вот эту опухоль. И ночью у нее все прошло, то есть утром уже в праздник преподобного Сергия она оказалась совершенно здоровой, после этого заболевание к ней абсолютно не возвращалось, конечно, были всякие там скорби, перипетии, прожила она достаточно много, и вот земной мир покинул уже в эпоху пандемии из-за коронавируса, но дай Господь Царство Небесное вот такой случай, она рассказывала о себе, да, а другая женщина по имени Людмила, которая училась у нас вот на высших богословских курсах при Московской Духовной Академии, она тоже вот рассказала о своей жизни, это было в 94-м году, она жила в Краснознаменске, Московскую область, это закрытый военный городок, и вот там в семье знакомых офицера пропала девочка, маленький ребенок в детской коляске, ну, как уж так получилось, конечно, не досмотрели родители, ненадолго вот он там или там мама, кто там из них зашел в магазин, оставили ребенка в коляске, а вышли, ребенка нет, и настолько был шок для всех, потому что считался городок закрытый, вроде как все свои, не могут найти, подняли солдат, прошли там все квартиры, чердаки, подвалы, проверили, ничего нет, и вот Людмила, она еще была тоже невоцерковленная, но она знала то, что уже слышала, что вот преподобный Сергий в лавре, и что он очень помогает, и она поехала, поехала, чтобы помолиться, причем будучи невоцерковленным человеком, как она вспоминает, она была в брюках, с накрашенными губами, но все равно вот Господь, он в любом случае слышит человека, если молитва исходит от сердца, да, вот главное, ты всей душой обращайся, и молись, и проси, и вот она пришла в Троицкий собор, и очень молилась, и просила преподобного Сергия, чтобы эта девочка нашлась, и заодно она также попросила о себе, потому что ей было уже 35 лет, но детей у нее не было, причем она была вне зарегистрирована, ну скажем так, в гражданском браке, то есть тоже вроде бы совершенно никак это вот не подходит с позиции строгих правил церковных, но все равно вот она молилась о ребенке, и что же после этого, на следующий день девочка, вот младенец потерянный, лежал завернутый в одеяльце у двери родителей, то есть они открыли дверь, и там лежит их ребенок, то есть просто потрясающее какое-то чудо, а сама Людмила после этого она действительно зачала, и прошло где-то вот два месяца после этого, и во сне в таком вот сонном видении она вдруг увидела преподобного Сергия, который смотрел на нее с такой любовью, с такой добротой, что вот ну просто невозможно вот это ни с чем сравнить, она говорит, что никто меня в этой жизни так не любил, и он произносит и говорит, ну что, ты довольна? Когда у нее родился сын, то она назвала его Сергеем в честь преподобного Сергия, и ну вот такие чудеса они тоже происходят, конечно, в каком-то смысле мы говорим про самые такие сильные, может быть, уникальные чудеса, которые не так вот часто случаются, но все ведь зависит от нашей веры и от того, с каким сердцем мы обращаемся и молимся, и Господь всегда видит, и святые угодники, они находятся рядом, и они очень легко даже могут помочь, вот тоже один знакомый иеромонах, с которым мы вместе учились, имя его не буду называть, еще в студенческие годы, вот когда мы учились, получилось так, что во время трапезы у него кость застряла в горле, и в общем она ни туда, ни сюда, ничего не получается, повели его медсанчасть, а там нет врача, и говорят, что вот будет через час, и пока вот время какое-то, он особо говорит, и не может его привел другой студент, в общем, они пошли потихоньку в Троицкий собор, и когда вот они вот зашли в Троицкий собор, да, вот в начале притвора, потом уже в основное помещение, там где мощи преподобного Сергия, то он увидел, как подходит сам преподобный Сергий, прикасается к его горлу, и у него все прошло, то есть кость неизвестно куда исчезла, видение, конечно, тоже закончилось на этом, но осталась удивительная радость, ощущение мира и чувства, присутствие благодати Божией, и это вот сохранилось у него на всю жизнь, как некое такое утешение, как некое вдохновение по споре для всей последующей его духовной жизни, вот такие чудеса преподобный Сергий совершает, их на самом деле множество, то есть надо просто вот молиться преподобному Сергию, как живому, потому что он нас видит, слышит, он нас любит, и когда мы молимся ему, то он непременно помогает, вот так вот сегодня мы вспомнили мощи преподобного Сергия, 600-летнюю их историю, и те чудеса, которые исходят от мощей преподобного Сергия, потому что повторим, что мощи святых это храмы Духа Святаго, и Богу, конечно, угодно, чтобы через мощи святых люди тоже приобщались Духу Святому. На этом мы заканчиваем. Храни вас Господь, и молитвами преподобного Сергия да поможет Господь каждому из нас, и да разрешит нужды каждого, кто обращается с искренней молитвой. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...